Жители Нинецкого округа вышли на лыжню. В регионе состоялся традиционный массовый забег «Лыжня России». Правда, пробежать со всей страной не получилось. По погодным условиям, жители Заполярья сделали это на неделю позже. Впрочем, задержка никак не повлияла на массовость и содержание спортивного праздника. Подробности далее. На лыжне отличная погода. И самыми первыми на дистанцию выходят самые юные участники этих соревнований. Предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров. И это только кажется, что это легко. Воля и стремление к победе не позволяют юным лыжникам сойти с дистанции. Старты каждые 10 минут. Дистанции рассчитаны по возрастам участников. Самая длинная – 5 километров. Гонка традиционная. По всей стране они проходят одно время, по всех регионах. Но, к сожалению, на прошлой неделе у нас из-за погоды мы вынуждены были перенести соревнования. В этот день сегодня очень погожий, солнечный, тепло, замечательный. Я думаю, что все гонщики получат массу приятных впечатлений. Традиционно мы переносили на более поздние сроки, сразу на весну, потому что погода февральская такая обманчивая. Сегодня, я думаю, что все удастся, все хорошо. Лыжная Россия – это настоящий спортивный праздник. Сюда приходят и участвуют целыми семьями. Потому что возрастных ограничений по условиям забега для любителей лыжного спорта нет. Бывает, когда старших добавляют, то да. А вот когда я была в садике, мы бежали с садиком, то тогда я занималась первой мастерой. Лиля участвует в гонке уже 5 лет. И каждый год ее поддерживает самый лучший и преданный болельщик – мама. Спасибо нашему еще в садике учителю по физкультуре Клюпина Ларисе Алексеевне. Она нас направила на истинный путь. И теперь мы занимаемся у детковой Надежды Васильевны. Вот прям начиная с садика. Каждый раз мы приезжаем, болеем за ребенка, очень переживаем. Радуемся ее победам вместе с ней. Семья Дуркиных на лыжню вышла в полном составе. Мама, папа и две дочки. Правда, глава сегодня в роли тренера. Готовят инвентарь. А маме Марине предстоит дистанция в 2 километра. Дети занимаются спортом, да. А я уже любитель. А что нужно знать, чтобы первый и второй прибежать там? Нужно правильно распределиться силой. Как это? Ну, нужно понять, как нужно ехать, посмотреть трассу. Анна Петровна трассу уже проверила. Лыжня отличная. Сегодня она не в числе участников пришла поболеть за друзей и знакомых. Я уже набегалась. Я уже до того набегалась. 8 километров я уже сбегала. Так что зарядилась на целый день сегодня. И всем заряда желаю. Тем временем участники забега уже финишируют и уже определились первые лидеры этого массового соревнования. Кирилл Вокуев, житель села Тельвиска, стал первым в своей возрастной категории. Старался, на всю выживал. А на стартоденочек остается? Ты не занимаешься где-то в нужной секции? Да, в Червиске. Всеволод Чупров в своей категории стал третьим мальчик результатом доволен. Какой раз ты уже участвовал? Шапочку, заряд бодрости на следующий день. Третий раз. Скажите, тяжело было бежать? Ну, да. А что сложного? Две минуты до старта девочек на дистанцию один километр. Только девушки стартуют. Григорий Фольмер порадовал своего преданного болельщика папу серебряной медалью в семье юного лыжника. Большое внимание уделяет спортивному воспитанию. Конечно, мы с всей семьей. У нас еще дочь. Сейчас вот как раз забег у них идет. То есть ждем результатов. Примечательно, что на этих соревнованиях нет проигравших. Каждый, без исключения участник, получает вот такую замечательную шапочку и сладкий приз. Ольга Русова, Владислав Носкин, Телеканал Север.